Всем привет, и сегодня речь у нас пойдет о проекте под названием BrineSpace. И эта платформа будет вам особо интересна, если вы не признаны специалисты в своем деле, вам не хватает внимания со стороны потенциальных фанатов ваших произведений, вы запутались в источниках публикации, материальные ценности вас не устраивают своим качеством и количеством, конечно же я уверена, что вы хотите тратить свое драгоценное время на то, чтобы создавать еще больше великолепных произведений, ведь вы хотите продавать своим клиентам только качественные произведения и контент. Я уверена, что каждый из нас это одаренный и талантливый человек искусства, а настоящее искусство не должно иметь ничего общего с коммерцией. Но, к сожалению, не каждый талантливый человек умеет себя дорого продать, и плюс к этому прибавляется защита авторских прав и борьба с недогросовестными плагиаторами. Но в этом нет ничего страшного, ведь сейчас нам на помощь приходит международная мультиплатформа под названием BrineSpace. И ее главная задача состоит в том, чтобы защитить креативные идеи, предоставив возможности для популяризации как начинающих, так и уже сформировавшихся личностей, применяя современные технологии и максимально эффективные маркетинговые приемы. Данная платформа даст вам понять, что вы очень смелый и талантливый человек, и вы имеете право на свое место под солнцем. И сразу я предлагаю рассмотреть рынок и существующие на сегодняшний день проблемы. Итак, первая проблема состоит в том, что сейчас низкий уровень частной авторской активности, то есть сейчас доминирует предпринимательский сектор. И здесь сразу же у проекта BrineSpace находится решение. Оно состоит в предоставлении автора, находящемуся в режиме сна или домашних условий, возможности полного вовлечения в публикацию и популяризации с доступом к экспертно-способной аудитории. Далее проблема состоит в низком уровне взаимодействия бизнеса и предпринимателей с интеллектуальной собственностью, то есть отсутствия качественного прямого моста между автором и бизнесом. Платформа, которая позволит быстро, качественно и понятным языком наладить взаимоотношения между автором и лицом, заинтересованным в пользу его творчества для себя, а также позволяющая обеспечить быструю организацию командного решения путем объединения авторов в один проект, который находится прямо сейчас перед нами. И эта платформа называется BrineSpace. Далее отсутствие качественной и бесперебойной экосистемы, которая доступна для авторов начального звена, а также присутствие фактора авторитета среди авторов и возможности исключения понятия очередь. Здесь решение выступает в качестве мультифункциональной платформы с возможностью максимально быстрого развития автора, как держателя культурной ценности в виде своего произведения. Также проблема состоит в постоянных трудностях с отслеживанием нарушения прав собственности на объект автора. И здесь, конечно же, уже есть готовое решение. Это собственный алгоритм распознавания, дублирования аудио, визуального и текстового объектов в сети интернет, что позволит ускорить обработку данных для выявления нарушения авторского права, вплоть до автоматического уведомления автора в случае использования его произведения. Кстати, разработчиком проекта BrineSpace является компания Imperium, которая всегда уделяет особое внимание аналитике и подтвержденным фактам. Они стараются соответствовать рынку спроса и актуальности исполняемого решения для сложных задач. И, как видно из их дорожной карты, они спланировали программу по заключению партнерских отношений со множеством платформ различных государств. Кстати, компания Imperium является перспективным разработчиком продуктов и сервисов, построенных на технологии блокчейн. Они разрабатывают и внедряют передовые продукты, которые способны полностью повлиять на ход истории развития инновационной деятельности. И здесь представлен список всех их продуктов. Токены IMP являются универсальным платежным средством в проекте BrineSpace с неограниченным потенциалом как платежного средства, так и инвестиционного инструмента, который способен увеличить сумму ваших вложений при его покупке в двое, в трое, а то и в пять раз, в зависимости от колебаний курса на рынке и от общей оборотной суммы в системе, а также от общего количества держателей. Помимо единой расчетной валюты на проекте, токен IMP в дальнейшем будет использоваться на криптобиржах как торговый инструмент, что и повлечет за собой его безукоризненный рост по отношению к традиционным валютам, к примеру, таким как доллар, евро, юань. То есть токен IMP – это валюта глобальной маркетинговой площадки с постоянным оборотом. Покупая токены IMP на стадии ICO, вы уже гарантированно увеличите свои вложения, так как продажа токена подразумевает под собой несколько этапов. Покупая токены IMP, вы инвестируете средства в проект глобального потенциала и инвестируете в мировой рынок уникальных продуктов. Проект насчитывает неограниченное количество заинтересованных покупателей и продавцов, которые расположены по всему миру. Токены IMP обладают потенциалом постоянного повышения ликвидности на различных биржах. До начала пресейл остается 13 дней. И здесь вы можете рассчитать свои вложения. Например, если вы хотите отдать 5 эфиров, вы уже сразу получите количество IMP коинов, которое вам вернется. Здесь сказано общее количество токенов, указан софткап и хардкап. И для того, чтобы приобрести токены, вам необходимо перейти по данной ссылке. В принципе, на этом мой видеообзор подошел к концу. Если вам понравилось мое видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал и оставляйте свои комментарии, ведь мне очень важно ваше мнение. И, кстати, в описании под видео будут предоставлены все необходимые ссылки, в том числе ссылка на техническую документацию. White Paper представлен нам также и на русском языке, и здесь очень много информации. Информации, конечно, хоть и много, читать придется долго, но зато сразу после прочтения, я думаю, что вам будет все понятно, ведь здесь все очень детально изложено. Поэтому всем перед инвестицией, перед решением об инвестиции, я рекомендую, конечно же, ознакомиться с технической документацией, особенно если она представлена на русском языке. На этом все. До скорых встреч. Продолжение следует...